Ну что же, всем привет, с вами, как обычно, Дмитро, и мы продолжаем в Battlefield 1 гонять. Такие пирожки. Ну, естественно. Так. Я, кстати, хочу сказать, что переснимаем этот эпизод, он уже был на ютюбе, пару часиков висел, но оказалось, что по-дурацки ОБС был настроен и получилась лагающая картинка. А я за этим не проследил при монтаже, и, в общем, моя вина, прошу прощения у всех, кто посмотрел эпизод вчера, в том виде, в каком он вчера был. Он реально был каким-то отстойным, получился лагиколагающим. Так. Увлеклись мы немного. Да. Битва за Лондон. Я ее уже один раз прошел, сейчас будет, может быть, попроще для меня ее пройти. Ну, истребители, они, конечно, резкие, заразы. Мы сбили сейчас только один. Так. Ну, где вы, твари? Сейчас мы... Так. Вот-вот. Несите медали. В нас попали! Да, пофиг. Блин. Когда они пикируют, трудно прицелиться. Да вообще, на мой взгляд, удобнее было бы управлять именно двумя героями. Для стрельбы больше подошел бы стрелок, чем пилот. Хотя были случаи в Первой мировой, когда пилот непосредственно отстреливал. Вражеские самолеты, но я не могу представить, как это выглядело. Такая дичная это была. Ой. Вообще, гад ногами летит. Кипец. Как бы их перебить-то сейчас поудобней. Вроде пока не очень напряжно. Когда входишь во вкус, то у тебя пулемет клинит от перегрева. Осталось три самолета всего мы. Уже сбили достаточно много, и наш братьюня сбил. Но, конечно, чувствую себя не в своей тарелке, когда сражаемся с такими быстрыми и маневренными самолетами. И да, тут надо постараться не врезаться. Наши аэростаты летают тут. Осталось два. Остался один истребитель! Мы его уже почти вынесли. Готов. Да, это было клево. И история будет клевая. Новая проблема! Здесь бомбардировщики! А теперь бомбардировщики нас с вами ждут. В общем, будет весело. Ой-ой-ой! Свои же! Ёки-палки! Бомбардировщики, они жесткие, ребята бронированные. Ну, один мы уже сбили. Да ничего, мы еще и воздушным тараном тут побаловались. Прикол в том, что бомбардировщики тут себя ведут как истребители. Я не знаю, почему так сделано. Он навелся на нас! Но это довольно тупо. Е-е-е! Воздушный таран! Давай! Оу-е! Детка! Ладно, все, повеселились и хватит. Надо... Надо стрякнуть с хвоста истребители. Вон там еще один бомбардировщик. Хороший выстрел, черт возьми! А как же! Так, это кто? Ой, это тот самый, по-моему, бомбардировщик, который мы с вами не сбили тогда. Врезались в него и... ...дичью страдали. Так, это союзничек. А вот там внизу есть. Сколько их там? Еще четыре? Или три? Огонь! Следим за перегревом пулемета, тогда будет совсем изи. Ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Пикиваем. И снова в высоту. Это ХЗ. Свои, чужие. Вот чужой. Взвили. Так, и еще парочка осталась. Он навелся на нас! Тихонько. Последний остался. Так, и ты где, дорогуша? А, вот он. Сейчас надо разгадать, куда он у нас собирается. Так, он у нас по прямой будет лететь. Притормози. Чуть-чуть еще притормози. Вот он. Так, и у нас есть проблемы. Так, и теперь нас ждет Цепелин. Плохо, конечно, что этот эпизод не вслепую проходится. Как все предыдущие из этих лагов чертовых. Видели бы вы мою реакцию на эти Цепелины в первый раз. Ой-ой-ой! Маневрируй, чтобы зенитка не навелась. Так. Избиваем только один Цепелин. Вот тот, который мы уже обстреливали. Зарядились и с новыми силами. Сейчас пойдем. Ну а какой, по-твоему, еще искусственный? Зарядимся. Одна ракета. Это ничтожно мало. Тихо, медленно. Летим ввысь. Ускоряемся. И снова. В бой. Сколько там ХП у него осталось? Ну, еще порядочно. Берегись! Так. Сейчас облетим его. Отзывчик. Да ладно! Все тут мешалось, и свои смолеты чужие. Так, не смог я навестись по-человечески. Сейчас мы... Не берем дистанцию. Ой-ой-ой! Нас просто жестко как обстреливают. Ой, это не тот Цепелин. Ай-яй-яй! А вот, все. Отлично. Мы достаточно урона нанесли. По рожескому Цепелину. Такой от сценки. Прикольно, наверное, прямо на Цепелине. Приземлиться. Накавкал сам себе. Герой наш. Нормально. Да, надо подбить зенитку. Двигаем. Ручками. Хе-хе. Блин. Ручки наше оружие. Ну, это на пока. Идем. Поднимаемся. Ну, неудивительно. У них там калибр такой здоровый, наверное. Ничего. Просто идем вперед. Не боимся. Упс. А тут у нас неприятности. Мы балуем. Балуем. Ты в порядке? В порядке. Нормально все. Найти путь наверх. Я пойду к зенитному орудию. Понял. Сделаю. Так. Достали у Эбли. И пошли. Револьвер крутой. Но и отдача у него такая же крутая, как и он сам. Упс. Погадали меня капельку. Не навернуться тут, главное. А то несусь со скоростью света. Ни разу не погиб в этой компании. И не хотелось бы уже погибать. Ох, как. Смачно получилось с ними. Эй, не дали вынести его. Катсценку показали вместо этого. Перегрелись. Перегрелись. Подходите. Давай! 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 Всё, готов. Это было легко. Ой, по Магадасам получили. Ну, попёрли. Так, ну убивать его не будем. У нас свой геморрой тут есть. Надо снять пулемёты. О, и всё. Теперь надо молодые. Такая эпика тут творится. Всё, бегом отсюда. Даже немец убежал. Хотя я думал вот сначала, что его загасят всё-таки. Как-нибудь изощрённо. Как плохого парня. Но на войне нет ни хороших, ни плохих. Есть солдаты. Это нам, видимо, и захотели показать. Ну, кроме того, что службу спасти тоже можно бы. История эгоиста, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти чужую. И спасться при этом сам. На войне всё смешано воедино. Вы, наверное, услышите другой рассказ. О пилоте-жулике, который украл самолёт, убил товарища. Ложью, обманом и убийствами проложил себе путь через половину западного фронта. Ну, вполне вероятно, что именно так и было. Благодаря авианалёту. Но вы не слушайте. Правда, это то, что вам рассказал я. Ну всё, я по тому, какой-то чувак-обманщик. Вполне возможно, что именно таки это выдумка. Хотя, может, и нет. Кто знает. Знают только сценаристы. Вот такая вот кампания. Клёвая получилась. В конце всё-таки наловчились. Ни разу такие не погибли. Вот за танкистов погибали. Ну, там по-нелепому погибать пришлось. Так вот. Ну, на этом всё. Пока. Дальше будет вперёд Савуэ. С вами был Дмитрий Тарапов. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Делитесь в видео, ставьте палец вверх. Всего доброго. Увидимся в продолжении. Помните, что всё самое интересное ещё впереди. Thank you, guys. Субтитры сделал DimaTorzok